ну что ж приветствую всех снова на нашем ультимейт фасткапе номер 8 от компании гарена с вами все также я баня покинул меня пока мисс шила что буду я вам все стремить один встречается у нас команда мека ой команда изи против команды квам перепутал я за счет значка мека юникса счет в этой у нас в этом противостоянии пока мисс 11 первую игру выиграли команда изи вторую выиграли команда квам ну что ж за команду легион у нас играет юникс ализойн ми фен чуз гус и карри алеша за команду хеллборна играет команда квам квань манич моржик казандар ну лет и это джукер были забанены у нас джемини доктор и пульсар папе мастеры и ралли пикнули команда изи ферст пиком хроноса ответили команда к вам пиком рапса ли и песен был пик но также за команду изи думая долго моржик на тем что же пик но тема вторым пиком пока мисс не решил и это будет бабался для команды кван и и и и и Ну а третьим пиком Пикнут команды Изи В принципе неплохо Под Кроноса это будет Если купол Кроноса Зеленка это всегда Рабочая схема Минус броня Зажигание Это все Очень круто Чем сможет ответить Серьезным Команда К вам Пока я не знаю Но пикнули Саппорта Рабсад Естественно Баблс Которые будут стоять Скорее всего На суицайде Встреча саппорта Пока таких Три худыша У нас Два саппорта И Баблс Пока месть по пику Более менее Так проясняется у команды Изи, что почем. Ну и пошла фаза баннинга. Ревенора банят Изики. Мунквину. Реклама. Хаммершторма. Забанили Изю. Будет ли лес в этой игре, пока мисс неизвестно. Очень много лесных героев, скорее всего, будет. Кто что пикнет, еще неизвестно. Под Хроноса, конечно, лучше каких-нибудь хак брать, чтобы задувать туда что-нибудь такое. Рейнджов. Это рейндж керри желательно бы, чтобы он мог спокойно дамажить в куполе Гороноса. Нежелательно, конечно, мили. Трудновато будет. Есть темпост. Хороший пик темпоста. Темпост это имба. Будет ли он взять легионом или халборном, либо вообще не взят, еще пока мисс неизвестно. Кто такой Чузгус у нас неизвестно. Это Саппорт. Ой, не Саппорт, а Смурф какой-то. Кто на нем играет, неизвестно. Это Джукер, это по-моему, по-моему, я не помню, кто это, по-моему. Не помню. Хоть убей. Ну и думай, долго думай, что же, что же пикнуть. Команда Изи. Изи команда, это не та команда Изи, которая здесь была. Ну, раньше-то новый какой-то состав, просто парни собрались, видимо, поиграть. Это Офеля. Ну, я думаю, темпост-то заберут сейчас. Клама. Возможно, даже без леса будет играть. Скорее всего, без леса будет играть. Клама. Если есть Дарк Леди, значит, осталось пикнуть. Кого-то на мид. Команде Клама. Последним пиком был пикнуть дракон. В принципе, неплохо. Патрон, Сопракон со своей ультой. Очень много он может ДПСа нанести. И осталось пикнуть. У нас мидер, как я понимаю. Команде Клама. Будет стоять на Изи Лени, на топе. Угу, Пироманцер. Значит, Дабл Рейнджа, скорее всего, нарисовывается здесь у команды Клама. На миде. В виде Пироманцера и Торта, я думаю. И на топе будет стоять Дарк Леди с Рапсоди. И пойдет Харду Казандар. Казандар Хардовик. Хотя он может и Солу Изи стоять. Может быть и Солу Изи даже стоять Казандару. Он играет же. Кроль. Ну, я думаю, все-таки Бабл спадет на Харду. Пойдет у нас спокойно фармить. ТД ЛК, я думаю, вряд ли. Ей надо идти на Харду, либо на миде. И там неуютно, некомфортно. На Изи она будет спокойно фармить. Рапсоди должна обеспечить ей этот фрифарм. И пауза у нас. Очень много будет зависеть у команды Изи от Афели, как она себя проявит. То есть Афеля должна активно будет гангать. Ну, Баблса ей сложно, конечно, будет загангать. Ну, не знаю. Может, что-то ей, скорее всего, на мид. Надо будут какие-то действия предпринимать, чтобы загангать этих двух пацанов. Я думаю, предполагаю, будет пиромансер. Да, ну вот, он исполняет роль мидера в команде Куам. Это будет пиромансер в роли Ксеми Кэри. И Торт. Как-то загангать. Может, даже есть смысл было пойти в чужой лес, чтобы отсюда выполнять какие-то маневры. Находить, давать стан здесь. Пестия Моа подлетают, забирают. Как-то так. Но со своей линией будет тяжко как-то загангать, потому что пистелинцу надо подлететь к двум ренджам, что очень сложно. Подлететь, давать стан и инициировать будет трудновато. Поэтому Мофелия как-то, я даже не знаю, как она извернется, чтобы произвести удачный ганг. Ну, Кронос. Кронос может стоять спокойно против Рапсы. Неприятно, да, конечно. Но Кронос обладает такими качествами, что может Захараси и так вблизи, при грамотном... Громадно, если ему маскироваться здесь, джукаться, выходить и здесь встречать Рапсоди и прохорашивать ее. То может как-то ее захорасить и стоять. Но Торт двигается на топ. Видимо, будет у нас дабл лейн. Что? Что? Это просто... Ну, просто тактически смещаются. Мало ли кто забредет сюда. Есть куча станов. Данов можно спокойно забирать. Ну, загулявшего Кроноса не знаю. Внизу Курьер. Обстановку чекает. Пока мисс он ничего не спалил. И сейчас, сейчас увидят Баблса. Но Баблс пока мисс не спешит поставить вард. Крона здесь без варда. В принципе, пул будет свободен. Сможет, не знаю, Рапсоди. Желательно Рапсоди, конечно, под Дарк Леди. Потому что на миде, ну, все-таки у Торта есть больше дамажных скиллов, чем у Рапсоди. Он один. Не знаю, поставила вард или не поставила. Да, поставила, видимо, вард. Видимо, по это... По ГПМу. 10-52 ГПМа. Комисси на Софиле. И она его сняла сразу. Дали возможность поставить Баблса, чтобы законтарвардить. В принципе, пулу обоих команд свободен. Но пулить некому. Команда. Легион. Ну и, в принципе, здесь было бы, мне кажется, больше вариантов. И лучше, если бы был пикнут конкретно на фарм. Пархарашивает. Баблса Офелия. Был пикнут какой-нибудь Темпост. Здесь, ой, как хорошо. Захарасили два рейнджа. Все-таки Тор пошел на топ. И вынужден пить банку. Пистерянцы. Ну, здесь Офелия гоняет, гоняет активно. Но она не фармит. Но, в принципе, к чему я говорил, что если был бы Темпост, он бы уже имел свой второй с половиной, может, третий левел. И все-таки фармил. А не просто гонял бедного Баблс. Ну, сложно будет, конечно, команде Изи стоять на этом, на этой дабле. Потому что здесь два рейнджа все-таки. Это очень трудно. Пистерянцы, у которого нет особой инициации никакой. Будет тяжковат. Офелия все так же. Первый левел. Не убило одного крипа. Ну, тем временем, Торти спокойно настакал. Сейчас зачекает руну. Взял инвиз и, возможно, это какой-то будет... Поставил контрвард. И понял, что, естественно, от команды легиона нету. Естественно, его никто не знает, что он сейчас в инвизии. И, скорее всего, Блудла сейчас будет, может быть, на Моа даже. Моа, надо въезжать, надо въезжать. Есть стан. А со вторым скиллом... Со вторым скиллом Торт, но он все равно должен его забирать. Да, есть Блудласт. Ну, здесь Офелия езжает, отпевается. Пирамансер есть стан, отписывается, и... Разменялись. Но, Блудласт. Подошел... На непозволительную себе ранжу. Пирамансер и... Сикрипчик его замедлил. Начал с много дамага и пироммер. Ну, внизу... Ничего удивительного. Дракон у нас гоняет. Кронос тоже достаточно. Все неплохо чувствуют. Пять крипов у Кроноса. Ну, семь баблса. В принципе, стоят. Опыт получают. Небольшой фарм тоже. По крипам. У Дракона 17. У ТДЛки 19. В принципе, тоже все равно. Ест, въезд. По Рапсоди. Стан еще не заюзал. Свою пестельницу, но будет стан. И это смерть. Ну, вот о чем я и говорил. Активная игра Фиэли. Будет реализовать ее. Она будет иметь толк. И это сейчас показывает нам о Фиэля. Команды Изи. Она активно гангает и... Приносит успехи своей команде. Пирамансер промазал станом. Ну, по ГПМу, по Комиссу у нас все ровно. ТДЛК лидирует. Дракон тоже. Ничего удивительного нет. Вылетел Казандар. Баблз. Не очень приятная новость, конечно. Потому что придется ему сейчас тратить. Либо, поскорее всего, да. Тратить 135 монет, чтобы вернуться. И потеряет он сейчас свой фарм. Каких-то пару крепочков. Это тоже неприятно. Когда такое происходит. Теряешь. Теряешь нужный фарм. Что не очень хорошо у Легиона. Есть дракон, который всегда может, даже если его там загоняют. Но сейчас у него все хорошо. Он может, кажется, за счет леса. Но здесь есть Офелия, которая забирает этот лес. И, в принципе, дракону особо там на то, что он залетит. Здесь заберет трипл стаки. Рассчитывать не приходится. Это не очень хорошо. А у Легиона с приобретением Баттл Фури. Дарк Леди. Если ему настакает лес. Я думаю, он настакает ему торт. То у нее фарм в разы увеличивается. В чем подвох дракона. То, что если есть дракон. Не очень желательно иметь лес. Ну, или хотя бы, если даже есть Офелия. Чтобы она ему подстакала. А Офелия здесь сама фармит. То есть, особо на фарм в лесу дракону не приходится рассчитывать. Ну, мидеры. Мидеры что? У Пистелинца 9-4. 237 гпм. У Пиромансера 217. Чуть-чуть поменьше. Крипов побольше. Но Пиромансер умер. Поэтому у него не все так гладко. Ну, в принципе, ситуации равны. Что у того, что у того есть Баттл. На подходе. Ботинки. Так что все, в принципе. В принципе, все ровно. По вардингу вардов у команды Легиона вообще я не наблюдаю. Хеллборн вард. Вард. Есть один вард. Вот нашел. Вот только что поставил Оуфен. Есть один вардец. Свеженький. И также есть свежий вард от команды Хеллборна. Сейчас здесь закончатся уже варды. Особо вижены не будет. Каместь на руны акцентированная варда. Руна Регена. У Пиромансер. Возвращается Казандар. Сейчас если у Кроноса все получше. 11 крипов убито. И он стоит на линии. У него есть сапог. Сейчас пачка подойдет тоже. Причем запушит сейчас эта пачка линию. Прилично так запушит Эдель. И у него все будет по сравнению с Баблсом получше. Потому что Баблс сейчас потратит, я думаю, свои 135 монет на телепорт. И вообще у него будет печально все. Да, покупаем телепорт. Далее Баблсу телепорт. Что он не потратил денег. Офелия здесь заходит. Офелию видели. Понимает, что ее видели. И должна Офелия поставить где-то контрвард. Знаю, что не увидели. Возможно, это здесь будет. Такая миссия не понимает, куда ставить контрвард. Будет. Есть, есть. По Хроносу. Торт не попадает. Станом сейчас сало. Если закон не убьет. Да. Торт зафейдл. Станом. Можек просчитался. Сапогов нет. Офелия. Да. Понял. Примерно где варты снял. И теперь вижена особо-то и нету. И стоит опасаться этого Офелия, который сейчас зайдет сзади. Стим бутсы есть уже у Дракониса. И сейчас будет очень вообще сложно стоять. Баблсу может даже будет килл. Ну, здесь он видит все. Ну, естественно, уходит. Татафиля не фармит, не фармит, но дискомфорта, ну, создает очень много. Катапульта. Катапульта. Катапульта уехала. Дарклиник. Покупайся. Гасты. Летит, летит. Пестиленс. Куда летит? Непонятно, куда летит. Очень нагло летит. Ну, здесь стан не самый удачный. По пиромансеру не попадает своим станом. И пропсодия разваливается. Как же не попал по пестиленцу станом пира. Но здесь, естественно, торт догонят на хосте. Опять промахивается станом. И торт промахивается. Господи, сколько фейлов. В принципе, теоретически можно было забрать пестиленца. Баблс отходит на базу. Даркледи на кронос обыкуют. Кронос откатил один удар. По-моему. Не понимаю, счет почему не меняется. Не знаю, если счет стоит 1-0. Это неправда. Счет 1-1. Очень сильно быкует. И сейчас кронос может ульту поставить свою. Не прокачал ульту. Он еще до сих пор... Есть ульта. И вышка дамажит. И, и, и будет что? И забирает. Да, но это неплохо. Убить чужого кэри, который фрифармит в обмен на себя. Это очень хорошо. Очень. Твой кэри продолжает фармить. Ты убил чужого. Все хорошо. Есть заход Офелия. На Рапсодию опять. И сейчас будет дабл стан хороший от Пестелинца. Это минус 2. Но здесь опять разменивают Офелию. Ну, 2 в 1 неплохо. Есть стан под Торту. Но здесь Даркледи. И умирает Торт. Здесь приходит Кронос. Купола нету. И ничего он не сделает Даркледи. Обильно разменялись как-то. Но это пошло в плюс команде Хеллборн. Команда Квам. Дракон здесь умер. Я пропустил от Бабблса, что ли? Вот почему так произошло. Даже не заметил, как Дракон умер от Бабблса. Или там Бабблс Даркледи пришел, а потом Даркледи. Центрировал свое внимание на мид. И пропустил, как он умер. Мы разошлись в команду. Фармит. Въезд, въезд по пиромансеру. И опять пиромансер умирает. Ставит купол такой сейвовый. Кронос, хотя мог бы, кажется, убежать. Ничему не граждал. Много крипового было. И второй скилл бы не продамаживал его. Прям так сильно. Начинает подстакивать лес. Видимо, поняла Офеля, что может она получить свой фарм и экспу за счет гангов. Но... Не знаю, будет она ли это фармить, либо пытаться как-то гангать. Не знаю, нечем сейчас особо Бабблса загангать. Чем она пытается... Можно сейчас прогрессировать дракону на Бабблса. Тем временем забрали здесь на медиа и Пестелинса, и Моа. Четвером. Смотрел вот этим Бабблсом. Команда Квам. Забрали этих двух товарищей. Сейчас будет пуш. Пуш-мут Таура. Кронос въезжает. Купола нет еще, но есть стан по одному. К сожалению, от Пестелинса. Но забрали торта, и хорошо, потому что торт восьмой левел, с него экспы достаточно много получили. Есть-весть по Бабблсу, Бабблсу уезжает. На серфе уезжает. На серфе уезжает. Кварт. Не желаем у другого, чтобы его найти. Ну, если стан по Фелли, но продолжение пока никакого-то не намечается. Кронос въезжает. Хороший купол по двоим. Есть зеленка, но здесь Теделка приходит, здесь Драконис. Хороший скил Рапсодия отдаляется. Понимаю, что она сейчас умрет, пытается сданяться от Конгора и умирает все равно. Хорошо подрали сейчас команду Легиона. Все в пятером здесь были и сделали минус два. Тем самым, две тысячи, две с половиной тысячи голды и полторы тысячи экспы они ведут. Теделка нашла реген, но особо ничего не может она в Казе сделать. Но здесь есть Баблс, ульты нету. Есть какой-то въезд непонятный, что-то она хотела тут сделать. Но не знаю, без ульты Баблса это было нереально. Что-то там по Камису сделать. Ну и расходятся по Камису команды. Драконис идет фармить, Теделка идет фармить. Стаков в Теделке по Камису нету. Не хотят стакать саппорты команды Клам, Теделке, чтобы когда она приобретет свой Баттл Фури, я думаю, это минутик 20-18 будет. Судя по ее ГПМ, ну по крайней мере она лидирует. 350 ГПМ, но здесь 330 ГПМ, недалеко Дракон и 300 почти ГПМ Пестелинс. Неплохо для Пестелинса такой ГПМ иметь. А здесь три товарища по 200 ГПМ. Кронос въезжает по Баблсу, но здесь есть вовремя торт и наказывает за такой въезд. Вон Кроноса. Баблс уходит. И отыгрывает экспу и тысячу голда. Драконис. Что-то будет? Вряд ли он что-то сделает. Здесь уже со стимбутсами саппорт. Сколько купим? 10-20 ГПМ, неплохо. Стимбутс играет Локет для саппорта. Это неплохой результат на 13-й минуте. Чем не может похвастаться у нас с... Ну, они не рапсами. Да, здесь рапсами. Есть въезд по пирамансеру. Промахивается пирамансер станом. Отменяю ТП. ТП шелся. Баблс. Опять пирамансер промахивается, промахивается станами. Купол, купол. Есть купол. Ко временем запушили топ. Четвером. Команда Изи на миде. Баблс. Ничего не будет. Драконец делает АП на мид. Сейчас на миде будет драка. Есть Кронос. Купол по одному. Очень плохой купол. Рапса сейвит. Хороший стан от пирамансера. Это минус 2. Здесь дракон забирает ЭДЛ-ку. Хорошо. Продолжение. Преследует Баблса. Стан. Одна секунда. Есть стан. У Баблса 6 секунд. Баблс умирает. Ид. Это 3 в 2. Кроноса и... Кроноса и Моа в обмен на Даркледи Баблса и Рапсади. Что самое плохо. Умерла Даркледи, а драконос живой. Будет ли Донайт или нет. Подходит. И сейчас походу не рассчитали свои силы и походу профукают Ауэр. Да. Да. Ну а Фелли тем временем 8 левел неплохо есть. У нее 3 крипа. Конечно, Бродяга Лидер здесь не вписывается особо в эту всю гвардию. Даркледи 12 левел. Драконос у нас 11. Что у нас по статистике? У Даркледи 2.2. У Дракона 0.1.2. По ГПМу опять ничего интересного. Все так же. Пестельность 308, 329 Дракона и 3 товарища но уже по 220 по 230 ГПМ. Выровнялись так немножко. Торт, пира и Баблс. Кронос выход на Энерджайзер. Хотя в принципе Энерджайзер есть. Можно было уже как это продемонстрировал Адро. Есть здесь замес у нас на миде. Убивает Моа и убивает ну хороший стан. По двоим купол есть. тоже по двоим. Торта, торта надо забивать а ДДЛка ДДЛка уходит. Разменялись один в двух. В принципе одного саппорта поменяли на двух и торта такого который такой саппорт но с хорошими мидами тоже забрали. Опять неплохо подрались команда Легиона за счет хорошего купола Кроноса. Пока есть только один фейл был от Кроноса вот здесь купол не очень удачный но несмотря на этот неудачный купол они все равно забрали там двоих. Пиромансер выходит видимо сразу будет ли это ПК либо это будет лайфбренд чтобы фармить дальше. Ваше внимание что игра это кто выигрывает тот проходит дальше у нас на вылет. В принципе преимущество небольшое нормальное терпимое ну 17 минут еще ТДЛ ну да к 20 минуте к 19 к 20 будет у нее сейчас свой Рунет Кливер но лесом настаканным лесом не пахнет ПК есть дабл стак эншей все больше ПК нету нет есть еще трипл стак есть есть трипл стак надо конечно много-много стака сейчас ТДЛ чтобы она забустилась очень сильно за счет своего батлфури здесь также фармит дабл или трипл стак трипл стак скорее всего энштраф команда изи драконис приобретает себе фаербренд пестелленс купил себе портал окей дарк леди купила себе батлфури много кто что купил в разных итемах ну по полезности самое полезное это конечно у ТДЛ то что у нее есть ее Рунет Кливер и ПК пестеринца конечно это тоже неприятно будет для команды хлобор приступать сейчас будет к разбору вот этого стака одного к сожалению софилия пока мисс фарм пока у нее есть возможность гоняет здесь на хосте пестелленс не знаю для чего включил он и хосту и первый скил ведь у него первый скил есть хоста находит даблстак и это очень важно сейчас что они заберут этот фарм который предназначен был для ТДЛ нашли это все видели прекрасно команда к вам и сейчас такой покоценный тавер Т2 забирает его будет может заходить на Т3 видя ТДЛ то что на топе пытаются как-то разменивать Т1 заберут и Т2 в принципе размен будет ничего такое но здесь команда просто забегает на Т3 и просто нагло его сносит сносит и сейчас разменивают столько на Т2 и Т3 это не очень хорошо заберут нет нет надо отходить надо отходить здесь какой-то неудачный пока от Юникса и в принципе сейчас если ультус поставит свою Даркледи и залетит то могут разбирать пока нету есть а здесь крона сам инициирует в них и ТДЛка ТДЛка сейвит ее пока есть Рапсоди Рапсоди молодец засейвила но она умирает и забрали двух саппортов как долго думают команда к вам они всю инициацию свою отдают сколько моментов было Даркледи опять непонятный куда-то у нее третий скилл она ни по кому не попадает ни салом ничем и в итоге сейчас потеряют свои нижние бараки команда к вам перомансер хороший стан по двоим минус пестелленс есть продолжение Даркледи нарезает башиком своим башает Даркледи кронос напрыгивает забирает Рапсоди забирает всех абсолютно почти крона забирает здесь Даркледи продолжает и здесь Дракон тоже может умирать да Дракон должен умирать третий скилл сейчас откатывается Дракон умирает и умирает Офелия 16 левел очень много экспы получила Даркледи несмотря на такой какой-то сначала неудачный тимфайт как-то смогли они камбэкнуться и отыграть голду экспо и 17 левел получить Даркледи 2400 денег хорошо начали команда изи здесь драться забрали двух за счет купола почти забрали TDL если бы они забрали TDL они абсолютно выиграли тимфайт и снесли бы сторону но здесь рапсодия хорошо заулетила и спасла Даркледи я не знаю почему TDL медлит у них был здесь в принципе вариант ух как нагло действует был вариант здесь самим въезжать команде Хеллборна но почему-то не воспользовались они я не знаю ульту по-моему мне поставила все-таки Даркледи свою ульту в принципе если Даркледи делает свою ульту то можно самим инициировать команде к вам не знаю почему они не пользуются этим шансом а дают Кроносу вылетать и начинать тимфайт самому вот это мне непонятно дракона здесь в опасной ситуации не сможет его забрать Даркледи развивало что у нас по ГПМ чарту 459 опять все держит ТДЛ умрет одна ТДЛ дамажить тимфайтиться не будет нечем команде к вам все держится все вот это преимущество не преимущество почти равное ситуация вся в ТДЛ если она умирает то все очень плохо три товарища в принципе на месте стоят поднялись немного по 260 гпм бабулся есть портал кей почти есть манта геометр с бейн дракона сейчас заберет этот тавр гпм вырастет уже 480 где-то станет у даркледи и с приобретением шранкенхеда то я думаю не поздоровится здесь команда команде изи но конечно если удачно как-то крона залетить то смогут за этот купол задамажить эту ТДЛ либо возможно наоборот двух саппортов убить и в 3-5 будет гораздо проще драться но даркледи со шранкенхедом может очень быстро нарезать вообще всех абсолютно все будет много будет зависеть от кроноса и от его ульты и чтобы в эту ульту надамажил дракон с геометром желательно 16 левел и подключенной ультой с 16 левелом с геометром он очень большой дпс выдаст просто колоссальная в эту ульту кроноса ситуация абсолютно равна 1400 или 23 минут это вообще ничто много будет зависеть от тимфайта от хорошего проведенного или одной либо другой команды проходят также у нас параллельно игры это уже семи финалы так пока посмотрим свайги играют с меккой не знаю скорее всего это уже вторая игра наверное сейчас мы посмотрим так нет это первая игра смотрим занял первое место по-моему фасткапе это походу первая игра команда свак и команда мека это семи полуфинала по-моему и первая игра у нас у них проходит что у нас не обратил внимание посмотрим по дрову по пикам темпост кракен крона сколько много ультов сколько много от них будет зависеть здесь очень много будет зависеть от этих пацанов здесь здесь папет неприятный неприятный папет тоже достаточно равные пики но здесь есть бушу который под всем вот под этими удачными ультами будет нарезать как больно очень больно напоминаю следующая игра будет у нас команда кэц против команды которая сейчас победит это будет тоже семифинала летят такие шарики не знаю с чем или просто шарик с водой светящийся с глазом прикольно аватар как я говорил 480 гп дарк леди в принципе можно разменить т2 даже на т1 бабл сидит в засаде решать ничего не делать подергался проверять чужой лес может здесь таки есть дарк леди у нее по-моему уже есть шарик да есть шарик лед у дарк леди это большая проблема сейчас для команды легион также есть геометр уже у дракониса что он не летит видимо геометр это где ну сравнивать полезность геометра шранкенхеда конечно шранкенхед гораздо круче почти 500 гпм много все зависит от тдлки как она себя проявит и от инициации видят нет афелю увидит варда нет сейчас афелю увидит видит минус афеля да минус афеля бой есть шранкенхед пистелинс промахивается кронос есть вест по афеле ой по дарк леди но у него до сих пор шранкенхед какой он долгий сейчас он закончится и есть купол продолжение будет есть стан надо ставить купол срочно купол где же купол купола нету рапсоди хорошая ульта сэйвит минус дракон еще рапсоди выживает господи дракон живет все лоу хп очень лоу хп рапсоди 11 хп дарк леди 200 хп господи какие 3 4 человека просто там что происходит 4 человека которых просто очень мало хп все ушли и выиграл этот тимфайт команда квам отыграли они все золото отыграли и 2500 хп неудача то что кронос не смог поставить свой купол он не смог потому что стедел дала сало и приобрел синергайзер нужен конечно шранкенхед здесь на пестельницу срочно до кронос если бы остался то могли бы просто делать минусы за счет кронос отыграли почти 500 гпм ну 177 крипов у нее достаточно много по сравнению с драконьцами у которой 140 всего лишь 39 здесь подставка подставка поставка торт постоянно дал к 5 запушила и сейчас может быть даже зайдет дальше есть а пешка что будет дальше варить скорее всего это будет firebrand это увеличит конечно скорость атаки мобильность скорость бега и наверное саша яшедов брингер есть вес по дракону дракон загулял здесь и сейчас походу лишаться своего кэри команда изи гоня дракона дракона отключать ульту все минус дракон это минус конгар должен быть заход есть на есть на конгара заход теряю сейчас свое преимущество просто тайтон уже потеряли проигрываю 2800 голды 4300 xp команда изи не решаются добивать конгара делка заходит спокойно под фарм под фармер лес свой который так подстака на 1 . у нее уже 530 гпм и 370 дракона очень сложно сейчас будет что-то делать команды изи фарм стал у всех надежда на пистолица у которого сейчас будет скоро шанга хэд через тысячу очередь 400 монет у него шанга хэд нарисуется 20 левел дарк леди 2600 есть смысл мне кажется даже как-то поймать 3 если поймает идеальная ситуация для кроноса это поймать рапсоди пиромансера и торта вот этих трех товарищей и снести их как то не дарк леди но здесь есть въезд по дарк леди купол есть продолжение будет нет будет минус дарк леди комиссия там рассуждал парни не думаясь не мешкаясь уехали по дарк леди это было по моему даже без пистолица это будет сейчас может быть минус конгер выкуп это стоило выкупа дарк леди в принципе купола нету но это основное основная проблема ест въезд по пистолицу но пистолица здесь летит тратит свой шранкинг хэд тарк леди тратит его просто и тем временем просто здесь как то разбрелись и забрали торта дарк леди опять продолжает шранкинг хэча заканчивается хорошая ульта трапса ее моментально сбивают и как же дамажит дарк леди дарк леди умирает о господи какая дискоординация от команды к вам разбежались как то разбрелись здесь торт как то оказался один а остальная часть команды вот здесь и просто ее забрали качается вот такая качель у нас наше золото и экспа то хорошо подерутся к вам и но ясно одно то что есть конгар у команды изи есть он у дракона это очень хорошо иметь такое преимущество но еще внимание то что по фикшене у нас уже аегис он не 7 минут а 5 минут или сколько ли 6 он был но факт то что он меньше гораздо по-моему 5 минут сейчас на 2 минуты меньше дд-шку находит пиромансер 2620 счет преимущество ни о чем на и че она пока мисс не значит очень много фарма для муа муа выходит в толкалку видимо да будет толкалочка что у нас у афеля намечает 1600 денег пока неизвестно что она будет собирать у дракона 2200 это может быть савадж мейс либо я не знаю что он будет покупать много разных вариаций инвиз савадж мейс сатан выходить бабочку можно рассуждать очень долго что он будет покупать по первому артефакту может нам байбэк просто оставить от пистельницы здесь будет бугварк это понятно очень кстати нужен этот бугварк ага на шранк энд хэд выходит драконис бугварк нужен конечно это минус броня всей тиме и очень хорошо он зайдет дарк леди выходит здесь на на сатан выходит трипл стак сейчас будет фармить ну из двух или одного двух крипов все своей зеленкой здесь она не зеленка синяя какая-то синька ума подстилил двух крипов дарк леди дарк леди активно бежит сплет пушить понимает то что вся команда находится на боте нет здесь бараков надо срочно бежать сквозь всех крипов куда-то отходит непонятно что крипов боятся видя дарк леди надо просто бежать сломя голову сквозь все и пушить вот эти два барака здесь нарезает активно дарк леди т3 есть фишка подхорош делает топ она где вот этот сейчас будет какая-то драка внизу будет ли есть ульта и будет ли инициация какая-то нет господи не будет инициация будет инициация от кроноса выталкивает дарк леди здесь бабл сгорит дарк леди достает достает она по дарк леди просто сдувают И ещё сейчас... Нет, не выживает. Не надо гнаться, надо пушить. Да, правильно он делает. А Егес до сих пор у дракона. Может, был бы смысл даже его дать, конечно, ну... Дать пестелинс. Потому что дракон всё-таки сзади стоит, нарезает. Неплохо так вытолкнули с купола Даркледи, но это ей не помогло вообще ничем. Вот она имба, ульта Кроноса. Ест, ест по пиромансеру, минус пиромансер моментально. Продолжение есть по рапсаде, рапсаде тоже умирает. Это минус вторая линия, посыпались кламы. Это ГГ. Это конец. 30 секунд у Даркледи. Одна сторона останется. 12 тысяч голды, 13 тысяч экспы. Но я думаю, это ничем особо не поможет. Просто сгорает, как пиромансер делает блинг и просто сдувает её за секунду. По горелке бежала долго пиромансер и сдулась. Есть продолжение по торту. Пролетает мимо всего дракон и просто вообще нарезает. Но сейчас отдаст свой Аегес. Аегес пропал! А Егес пропал и дракон умирает. Это поворот. Её осталось, кстати, сторона целая. Осталось, в принципе, не всё кончено для команды КВАМ. Есть шансы ещё камбэкнуться как-то. Хорошее стечение обстоятельств. То, что закончился вот это Егес новый. Неприятность. Это, конечно, многим-то не нравится. Он закончился и всё. И просто дракон умер. Но одной стороны нету и нормально. Хотя могла быть и минус вторая сторона. Осталось, что я не знаю. Идол Перебрел оси Офелия В принципе маг дамаги Очень много тоже У команды Основная угроза конечно даркледия Ну поможет хорошо Как Ронос тем временем просто он Ест въезд Купол Купол не очень удачный Под даркледий одно Как-то там двигался медленно Ну спас песленца и нормально Нужен нужен дамаг Не хватает все равно дамага Даркледий нужны криты срочно Ей криты 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 Я даже не знаю спасут ли ее криты здесь уже Но Здесь уже есть выход на савадж мейз Дракониса Есть у него шранкенхед Причем шранкенхед у него там Узался может пару раз Он гораздо будет дольше чем у даркледий Даркледий он по моему минимально уже Там пару сих Ест въезд По песленцу хотят развести видимо на шранкенхед Не спешит песленц Врубать шранкенхед Может сейчас разворот И въезд по пирамансеру Даркледий въезжает Включает шранкенхед Не дамажит вообще даркледий почти Господи у него сейчас шранкенхед Закончится и кронос просто залетает И это минус Три команды к вам Даркледий просто не дамажит И это консиль Это гага Ну что ж Поздравляем команду Изи Встретимся скоро